МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время расставить точки на ды. Здравствуйте! О значимых событиях недели в ближайшее время. Стали известные районы и города Самарской области, ставшие лидерами и аутсайдерами по реализации национальных проектов. Оценку проводили на основе 159 показателей, где власти работают продуктивно, а кому необходимо больше усердия к исполнению глобальных программ. Та же сцена, тот же день, то же время. В Самаре в годовщину премьеры прозвучала седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Кто принял участие в исполнении великого произведения и какие впечатления получили зрители? Дорогу технологиям самарские школы одними из первых опробуют современную образовательную цифровую платформу Marketplace, за счет чего уроки станут интереснее и когда будет внедрена система. Цветы каждой женщине. Сегодня Международный женский день. В Самарской области с наступающим праздником начали поздравлять еще в течение недели. Это сделано было специально, чтобы как можно больше представительниц прекрасного пола получили положительные эмоции. Русская женщина способна на многое. Не зря нас слагают легенды. Артем, оставь поддон туда. С пересчеткой. Татьяна Морозова точно знает, что куда поставить. Работает на автовазе четверть века. Сейчас женщина отвечает за механизированные и автоматизированные склады завода. Территория огромная, но даже самая маленькая деталь не потеряется. Татьяна помогла разработать новую систему приемки комплектующих. У меня мама работала на заводе. Я тоже всегда хотела по ее стопам идти. Я сначала работала в прессовом производстве, потом пришла сюда, в ДПЛ. С мужем я познакомилась на заводе. То есть мне все нравится. А вот и заслуженная награда. Татьяна Морозова получила почетную грамоту губернатора. Сейчас в группе компании «Автоваз» трудится 17,5 тысяч женщин. Как подчеркнул губернатор, успех предприятия во многом – это их заслуга. В апреле исполнится 50 лет со дня выхода первой машины с конвейера Волжского автомобильного завода. В преддверии юбилея в городе масштабное строительство, новые поликлиники, детские сады, спортивные объекты, дорожные развязки. По инициативе Дмитрия Азарова этот год – год Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Представительницы прекрасного пола, отличившиеся в профессиональном плане и достигшие высот в работе в эти дни, получали награды на разных сценах. Вот уже Тольяттинский дворец культуры, искусства и творчества. Здесь представительницы разных отраслей. Медицина, промышленность, образование – почетный знак за вклад в укрепление дружбы народов получила Людмила Демина. У меня две родины – это Россия и Беларусь, конечно же. И я их никак не разделяю. И, конечно, чтобы заслужить такую награду, надо ответственно относиться к своей работе и любить, конечно же. Любить людей – самое главное. В Самаре торжества состоялись в Театре оперы и балета. Отмечены врачи, педагоги, сотрудницы промышленных и аграрных предприятий, общественники. Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Им вручили юбилейные медали, посвященные 75-летию Великой Победы. Надежда Бердникова – педагог с полувековым стажем и труженица тыла. Подросткам попала в пошивочный цех. Одежда, изготовленная ее руками, согревала солдат на фронте. Там шили фухальки, брюки для солдат, цвет фухаки, гимнастерки, портянки, шапки-ушанки. Краила, сметывала и потом опять пришивали пуговицы вручную. Там не было специальной машины. Абсолютно все женщины в зале получили в подарок цветы. Впрочем, приятные сюрпризы на этой неделе поджидали представительницы прекрасного пола буквально везде. На улице, в общественном транспорте, в торговых центрах и даже больницах. Конечно, очень приятно, конечно, перед праздником 8 марта получить такой в больнице, особенно неожиданно очень. Разные города, районы. Неизменно была реакция. В ответ на цветы женщины дарили улыбки. Хорошее настроение в области создано. Стали известные районы и города Самарской области, ставшие лидерами и аутсайдерами по реализации национальных проектов. Оценку проводили на основе 159 показателей. Почти по всем в целом у региона высокие результаты. Однако не все муниципалитеты одинаково эффективно справляются с задачами. В ходе совещания с главами территории губернатор заострил внимание как раз на проблемных моментах. Где работают продуктивно, а кому необходимо больше усердия к исполнению глобальных программ? Ответы у Георгия Федорова. Каждое направление работы местных администраций должно основываться на нуждах и запросах людей. Такова позиция президента России Владимира Путина. Открывая совещание, губернатор Дмитрий Азаров еще раз напомнил главам муниципалитетов о важности учета общественного мнения при исполнении нацпроектов. Оценку их реализации на территории губернии провело региональное Минэкономразвитие. Учитывались различные показатели. В том числе вовлеченность жителей в занятия спортом, рост числа предпринимателей, ввод жилья и соцобъектов, в доступность медицинских услуг. На первом месте у нас среди муниципальных районов Урастянский, на втором Нефтегворский, на третьем Пизенчукский. Завершает рейтинг Большеклушевский, Елховский и Челновершинский, муниципальный район. По городским округам также составлен рейтинг Жигулевск на первом месте, Самары на втором, Отрадный на третьем. При этом муниципалитеты нельзя делить на круглых отличников и заядлых двоечников. Практически у каждого есть как сильные, так и слабые стороны. Например, Чапаевск не выполнил план по укомплектованности лечебных учреждений врачами, но показал лучшие в регионе результаты по строительству нового жилья. Бизенчукский район стал лидером по числу детей, охваченных дополнительным образованием, но имел не самые выдающиеся показатели по привлечению молодежи к занятиям физкультурой. Регион успешно справился с задачей по расселению домов аварийного фонда, проводимого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако и здесь есть отстающие муниципалитеты. По аварийному фонду регион выполнил план на 157%, фактически перевыполнив. При этом есть три муниципальных образования, которые с задачей, тем не менее, в 2019 году не справились. Порфис него 74%, Кворостянский район 11% выполнения, и Кенельский не выполнил задачу. На совещании детально разобрали трудности, которые возникли в ходе исполнения нацпроектов и в вводе важных для населения объектов. Здесь же на месте прорабатывали варианты решений. Каждый муниципалитет отчитался по своим ситуациям и доложил о принятых мерах. Еще раз хочу напомнить вам о тех поручениях, которые дал президент на Совете по местному сумму управления, на что обратил внимание глав муниципальных образований. У нас есть на территории региона очень хороший опыт прямого взаимодействия с людьми. Совместного поиска решений, выявления проблем. Его надо применять безусловно. И при реализации нацпроектов, коллеги, мы до каждого человека должны дойти. Сегодня нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, самый действенный инструмент, направленный на повышение качества жизни россиян. Однако о деталях реализации глобальных программ и значимости общественного мнения при их воплощении знают не все. Самарская область – один из пяти регионов, где на уходящей неделе исследовали осведомленность граждан о нацпроектах. Опрос проводили активисты ОНФ. Одной из точек стал железнодорожный вокзал областного центра. Опрос направлен на повышение эффективности реализации нацпроектов на территории региона. И мне хочется отметить, что это идет в очень правильном ключе с теми словами, которые прозвучали от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по поводу того, что суть нацпроектов на самом деле простая. Это чтобы жители нашего региона жили долго и счастливо. Люди охотно отвечали на вопросы волонтеров. Большинство высказывались положительно об эффекте нацпроектов. Многие просили рассказать об их реализации подробнее. Почему это интересно? Потому что это в первую очередь общественная жизнь. Мы как часть общества обязаны, мне кажется, что каждый из нас обязан интересоваться этим и пытаться посильнее как-то помогать в развитии общества. В 2020 году перед регионом стоят еще более амбициозные задачи по достижению целевых показателей нацпроектов. Например, планируется переселить граждан из аварийного жилья общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров. Это в 4,5 раза больше, чем в 2019 году. За исполнением нацпроектов следят внимательно. Речь не только о показателях, но и о качестве работ. Сейчас в Самарской области проверяют состояние дорог, исследуют колейность и ямочность. В комиссию входят представители регионального профильного министерства, подрядчики, представители муниципалитетов. В первый рейд отправилась и наша съемочная группа. Работает передвижной комплекс. Это не просто автомобиль, это целая лаборатория, увешанная датчиками. Кажется, машина просто едет. На самом деле, во время движения идет сканирование дорожного полотна. Все данные в режиме реального времени поступают на компьютер оператора. Лазерная система исследует колейность. Мы заснимаем, условно говоря, колейность каждые 10 метров. И участки мы можем очень точно дать, участки, те, которые необходимо отремонтировать. Мы снимаем каждую полосу абсолютно. То есть у нас захват 3,75 метра. То есть мы по каждой полосе, в каждом направлении проходим. И у нас есть данные по каждой полосе. Этот способ называют механический. Другой – визуальный. Им исследует ямочность. Проще говоря, эксперты едут в машине. Видят выбоину, выходят на проезжую часть и фиксируют дефект. В составе комиссии представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Представители муниципалитета и подрядчики. В первый рейд пригласили представителя компании, выполнявшей ремонт дорог к чемпионату мира по футболу. Мы периодически, как минимум два раза в год, делаем объезд по своим дорогам. Если возникают какие-то ситуации, допустим, образование, ямочность, но, как правило, таковых у нас не бывает, мы сразу отправляем бригаду, которая устраняет все замечания. В первую очередь проверяют состояние дорог, которые находятся на гарантии и были отремонтированы в рамках приоритетного проекта, а также по АНАЦ проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По результатам осмотра составят технический отчет. Дороги, которые уже не гарантированы в течение зимы и весны, в данный момент разрушились. Готовим отчет, готовим претензионную работу по дорогам, по гарантийным дорогам претензионную работу и ставим задачу в течение апреля месяца устранить все дефекты. Весенний комплексный осмотр дорог поручил провести губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Комиссия будет исследовать асфальтовое покрытие по всему региону. Помимо проезжей части обследована будет и пешеходная. Комиссия пройдет по всем тротуарам и исследует их состояние. Как правило, эта работа начинается в апреле, когда полностью сойдет снег. От электронной очереди до высокотехнологичных аппаратов. В Самаре обсудили использование цифровых технологий в медицине. Работа в этой сфере ведется в трех направлениях. Создание сервисов для пациентов, внедрение инструментов бережливого производства и применение IT в диагностике и лечении. По мнению федеральных экспертов, наш регион может стать одним из ключевых в сфере цифровизации. Для этого есть все. Научно-образовательный центр, претендующий на федеральный статус, сильнейшие вузы, ученые, мощные предприятия и поддержка властей. Подробнее в нашем материале. Посещение любого медицинского учреждения начинается с приемного отделения. Для него особую роль играет система регистрации. В Самарской городской клинической больнице номер один ее даже запатентовали. Заключается она в том, что все пациенты делятся на несколько категорий по длительности пребывания в медицинском учреждении. На экране это отображается как триколор. В зеленой зоне находятся те, кто пребывает в больнице не больше получаса. От 30 минут до часа – это уже желтая зона, и на таких пациентов обращают особое внимание. Если пациент переходит в красную зону, это значит, что диагностика затягивается и требуется оптимизация процесса. Еще одна цель системы – проводить анализ того, какой этап диагностики занимает больше всего времени. А это уже другая больница. Специально для пациентов, которые пришли, заранее не записавшись на электронных сервисах, в этой консультационной поликлинике при больнице Середавина действует так называемый свободный талон. Можно попасть к доктору, просто зарегистрировавшись в терминале. Далее уже специалисты регистратуры направят к нужному врачу. Такая система – один из элементов так называемой бережливой поликлиники. Экономится силой как пациентов, так и сотрудников медучреждения. Для нас это единая база, это возможность контролировать поток пациентов, регулировать самостоятельно, не только ориентироваться на регистраторов. Мы видим появление пациента в регистратуре. Это возможность у нас появилась совсем недавно. После рождения сына семья Шабановых в эту поликлинику приходит регулярно. За это время изменения ощутили, что называется, на себе. Для нас удобно, что время назначено. Мы пришли, приехали, и нас, несомненно, примут именно после этого времени. Регистратура девушки, которые принимают звонки, запись по телефону, дистанционно реагирует, общается вежливо. Обновления в консультационной поликлинике произошли благодаря реализации национального проекта здравоохранения. Инициатор всех 12 глобальных программ государства – президент России Владимир Путин. Чтобы сделать медпомощь доступнее, в регионе не только внедряются принципы бережливой поликлиники, разрабатываются и новые технологии, закупается современное оборудование. Мы очень большое внимание уделяем уровню удовлетворенности граждан медицинской помощью. И здесь целый спектр задач решает правительство. Удовлетворенность медицинской помощи зависит не только от качества лечения, но и от степени развития сервисов, которые люди могут получить в сфере здравоохранения. До конца года в регионе появятся новые интернет-сервисы по оказанию медицинских услуг. Можно будет не только записаться на прием к врачу, но и получить направление на диспансеризацию, различные виды высокотехнологичной помощи, льготные рецепты. Также будет внедрена электронная медкарта, в которой будут доступны все данные обследования и результаты приема врача. Развитие этого направления – одно из поручений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В своем послании глава региона поставил задачу увеличить до 15% долю приоритетных государственных услуг и сервисов, предоставляемых онлайн. При этом для тех, кто интернетом не пользуется, месяц назад была внедрена запись к врачу по телефону через единые городские контакт-центры. Сейчас с операторами телефонной связи прорабатывается вопрос по созданию единого номера для всего региона. Дорогу технологиям Самарские школы одними из первых опробуют современную образовательную цифровую платформу Marketplace. Ее планируют внедрить во все учебные учреждения региона в рамках нацпроекта образования. Уроки станут интереснее, а преподаватели смогут объяснить предмет с использованием современных технологий. Перед регионом стояла задача обеспечить оснащение школ и техникумов высокоскоростным доступом в интернет. На начало 2019-го этот показатель составлял 30% учреждений, но за счет деятельности правительства региона, областного Минобора, Департамента информационных технологий и связи он вырос в 2,5 раза. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачей к 2024 году, чтобы страна вошла в десятку лучших стран мира по качеству школьного образования. Мы, конечно же, понимаем, что на современном этапе качественное образование детям, без цифры, без цифровой образовательной среды дать просто невозможно. Речь идет именно о совершенствовании формы и методов обучения детей. Цифровая площадка Marketplace представляет собой алгоритмы индивидуальной траектории обучения. Сложные темы по различным предметам объяснит с помощью коротких роликов и предложит выполнить задания. Мы прям хоть завтра готовы этим начать пользоваться, потому что сами над этим много работаем, над созданием цифровых сервисов, и наши учителя информатики и методисты бьются постоянно над созданием аналогичного схожего продукта. Платформа уже внедрена в пяти образовательных учреждениях Самарской области, вошедших в число базовых школ Российской Академии наук. Авторы разработки подробнее рассказали о принципах ее действия. Согласно целевой модели, уже в этом году 101 школа области будет оснащена современным оборудованием. А до 2022 в губернии появятся два центра цифрового образования детей IT-клуб. Самарская область является одним из лидеров цифровизации именно сферы образования. У вас в регионе присутствуют достаточно сильные игроки, которые производят различные информационные сервисы. И также достаточно глубоко цифровизация образования уже проникает в образовательные организации. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу создавать центры цифрового развития детей и детские технопарки. Работа ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Цель – создать для всех учеников равные условия для получения знаний. В Самаре впервые вручили сертификаты на материнский капитал за первого ребенка. Напомню, по инициативе президента России Владимира Путина, размер господдержки для них составляет более 460 тысяч рублей. Право на матки капитала имеют все семьи, в которых первенц рожден или усыновлен с 1 января 2020 года. Узнали? Прямая трансляция была по телевизору 15 января, то есть президент выступал. И уже в тот день, ну как уже узнали, было неожиданно, приятно очень. Спасибо большое. Через 10 дней уже жена подарила мне сына. Зашли, нас приняли буквально 10 минут и на следующий день нам позвонили для вручения сертификата. Мы были приятно удивлены, там эмоции нас нахлынули. Обратиться к нам можно абсолютно просто через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Мы сейчас вообще переходим в проактивный режим и семьям уже не обязательно отрываться от своих деток, приходить в наши клиентские службы. Оплата лечения и лекарств сотням нуждающихся у 39 детей-инвалидов теперь есть семьи. Благотворительный фонд «Евита» в Самарской области работает всего год, но результаты очень важны для многих. Первый день рождения отметили масштабно. На торжестве встретились как и те, кто оказался в безнадежной ситуации, так и те, кто вовремя протянул руку помощи. У супругов Моисеевых двое детей. Младшему Ярославу 5 лет, первенцу Владимиру 9. У мальчика в результате родовой травмы ДЦП. Он не ходит, не разговаривает. С ним всегда надо быть рядом и успеть прийти на помощь. Вова любит, когда с ним сидит брат. Любит, когда ему читают. Он как обычный ребенок и как любой ребенок очень дорог материнскому сердцу. Ирина признается, за это время она стала сильнее. Эта женщина не разучилась улыбаться, смеяться, радоваться. Я бы не сказала, что моя жизнь такая тяжелая. Мы обычная семья. Просто немножко требуется больше ухода старшему сыну, больше внимания. Он набрал вес, он сейчас окреп, улыбается, узнает брата. Брат хочет ему компьютер ставить в голову, такой операции произвести, чтобы он говорить начал. Мечта его такая. Ярослав мечтает стать врачом, чтобы помочь брату, пока шансов на полноценную жизнь нет. Нельзя даже предугадать, сколько она продлится. В 2019-м выяснилось, к тем заболеваниям, о которых уже было известно, добавилась неусвоемость белка. То есть обычная еда мальчику не подходит. Из-за этого он и весил вдвое меньше своих сверстников. Родители обратились в благотворительный фонд «Евита» и даже поразились, как быстро пришла помощь. Уже на следующий день бесплатно привезли специальное питание. В месяц оно обходится в больше, чем 20 тысяч рублей. Приобрели и лекарства. Сейчас Ирина не работает. При этом день начинается в 5 утра. В это время просыпается сын. Об отдыхе семья кажется не то, что не мечтает, а даже думать о нем не может себе позволить. В ресторане не были мы вообще с мужем, вот как познакомились. У нас сразу это случилось. Я даже не могу вспомнить. Ну, в кино мы ходили, вот когда, в 2010-м году. В кино мы ходили. Что за фильмов? Я даже не вспомню сейчас. Всего несколько часов, но преображения масштабны. Счастливые женщины ведут беседы, играет музыка. Официанты спрашивают, что пожелаете. Узнать в этих прекрасных дамах мам, которые годами не позволяли себе отдых, очень сложно. Фонду Евита исполнился год. И отметить первый день рождения. Пришли как и те, кто получает помощь, так и те, кто ее оказывает. Зал был полон. Люди очень разные, разных профессий, разных культурных, религиозных, политических предпочтений. Но их объединяет желание делать добро. Помогать тем семьям, которые нуждаются в нашей помощи. Я пришел поблагодарить этих людей. И, конечно, пришел для того, чтобы привлечь внимание к деятельности фонда. Благотворительного фонда. Я уверен, что такие мероприятия должны способствовать, чтобы партнеров, благотворителей появлялось больше. Фонд ведет сразу несколько программ. Это не только выделение денег, но и поиск семей для детей-сирот. Помощь волонтеров. Ведь не обязательно, чтобы стать благотворителем. Нужно быть хорошо обеспеченным. Поделиться можно своим временем, своим вниманием. В 2019-м помощь была оказана сотням нуждающихся. Фонд организовал и приезд в Самару столичных врачей. Их консультации были жизненно необходимы палеотивным детям. Сотворить чудо и помочь человеку, который вдруг стал здоровым, это здорово. Это без всякого сомнения очень много. Но помочь безнадежному человеку, помочь просто прожить эти дни, часы, не знаю, сколько осталось, на этой земле достойно и достойно уйти, как это страшно бы не звучало. Но вот это, наверное, то, что требует перешагнуть через себя. Центров по оказанию помощи палеотивным детям в России не так много. Зачастую семьи даже не знают, куда обратиться и что делать в такой безнадежной ситуации. В Самарской области одной из первых об этой проблеме заговорила Ольга Шелест. Мама особенного ребенка. У него генетическое заболевание. Ольга и стала исполнительным директором фонда «ЕВИТО». Мы оборудовали палеотивные палаты. Шесть пока в области в этом году. Еще четыре будем оборудовать уже в областных больницах. И, конечно, когда мамы присылают себе фотографию или видео, а мы лежим в вашей палеотивной палате, спасибо, мы как дома. Ну, наверное, вот это самое большое, чем можно гордиться. Помощь нужна не только больным детям, но и их семьям. Поддержка – внимание. Этот вечер еще раз это доказал. Просто восторг. Я попала в сказку. Все супер. Спасибо всем от нашей семьи Моисеева за вот такую предоставленную возможность быть здесь. Во время празднования первого дня рождения фонда «ЕВИТО» прошел и благотворительный аукцион. Вырученные деньги пойдут на помощь нуждающимся. Просит дорогу, чтобы поехать на парад. Участник и инвалид Великой Отечественной войны Владимир Сапаров обратился к губернатору Дмитрию Азарову. Просьба у него простая – привести в селе Красный Яр в порядок проезжую часть. Из-за разбитой грунтовки ветеран вот уже два года не может попасть на парад памяти. Реакция главы региона не заставила себя ждать. Сергей Павлов продолжит. В памяти, как ушел добровольцем на фронт, как ежедневно отбивал атаки противника первый прорыв блокады. Владимир Сапаров получил тяжелое ранение ноги, не зажила до сих пор. А сейчас сжимается от боли сердце. Все дело в грунтовой дороге рядом с домом, которую по весне всегда размывает. И вот уже два года ветерану не удается попасть на парад победы в Самару. Я на всех парадах победы был, наших самарских. И всегда сидел на трибуне и участвовал. А вот два года по телевизору, если покажут. Вот и все. Поэтому у меня проблема, как выехать отсюда. Прописан ветеран в Самаре, но в силу возраста уже несколько лет проживает с сыном в Красном Яре. С просьбой помочь в обустройстве дороги Владимир Ефимович обратился через соцсети к губернатору. Дмитрий Азаров позвонил сыну Владимира Сапарова и взял проблему под личный контроль. Ситуацию будем исправлять. Значит, вопрос ваш беру на личный контроль. Но Владимир Ефимович, конечно, на парад мы давайте вместе доставим. Найдем и комфортный транспорт и уверен, к этому времени сможем ситуацию хотя бы временно поправить по дороге, чтобы проехать комфортно. Реакция последовала незамедлительно. По поручению Дмитрия Азарова, муниципальные власти приступят к строительству дороги в ближайшее время. Первая дорога, которая начнет ремонтироваться в Краснодарском районе, это к дому нашего глубоко уважаемого Владимира Ефимовича. Ремонт осуществляется силами администрации поселения Красный Яр. С главой я уже необходимые переговоры провели. И еще раз на личном контроле, контроле у губернатора Дмитриевича дорога будет стоять. Дорога в этом году будет обязательно сделана в асфальте. Так я благодарен Дмитрию Игоревичу за такое теплое отношение к ветеранам войны. Очень приятно. Кроме того, несмотря на самарскую пропеску, Владимира Сапарова прикрепят к районной соцслужбе и больнице. Максимально усилить работу по сопровождению ветеранов, будь это медицинские услуги или социальная поддержка, Дмитрий Азаров поручил в своем послании. Каждый ветеран должен быть окружен персональным вниманием и заботой. Она выжила, чтобы дарить любовь ученикам. В начале войны деревню, в которой жила Людмила Ковалева, сожгли. Ее родители убили. 12-летняя девочка попала в фашистский концлагерь и, несмотря на все, смогла выстоять. Ветерана Великой Отечественной войны продолжает получать медали, учрежденные президентом России Владимиром Путином к юбилею победы. Она и сейчас не может говорить о войне спокойно. Просит сделать паузу, чтобы убрать слезы. Но вновь вспоминает, что было, и плачет. Людмила Ковалева жила в Белоруссии, Гомельская область. В семье семь детей. Младший брат родился в июне 41-го. Очень быстро в деревню пришли немцы. Им донесли. Отец Людмилы помогает партизанам. Реакция была незамедлительной. Они очень страшно издевались. Вылили ров. Большущий, большущий. Руки назад повязали. И всех туда бросили. И вот мне было 11-12. Мы бегали, а земля дрожала. Три дня. Они все живые были. Вот так погиб у меня отец. А мать через три месяца. Они посадили на автобус и увезли. Мы думали, что увезли в Германию. Они их увезли в лес и всех расстреляли. Через 2-12 дней пастух пас коров и нашел их убитых. Людмилу и ее братьев спасла бабушка. Перед немцами она упала на колени и умоляла пощадить детей. Их на поезде отправили в Германию, в концлагерь. Вот это фото сделано там. Женщина до сих пор содрогается, когда вспоминает, как фашисты били плеткой по голове. Но несмотря на весь происходящий ужас, удалось выстоять. После победы Советского Союза она вернулась в Беларусь. Закончила техникум, встретила мужа. Вместе переехали в Куйбышев до 70 лет. Людмила Михайловна работала в 13-й школе, преподавала физкультуру. С детьми всегда быстро находила общий язык. Ее воспитанники до сих пор с удовольствием занимаются спортом. Меня ученики звали второй мамой. Меня дети очень любили. И сейчас они меня любят, поздравляют, приходят и в праздники, и все. Один из учеников – это Дмитрий Азаров. Несмотря на то, что Людмила Михайловна преподавала у него всего несколько лет, он приезжает в гости. На этот раз вручить медаль, учрежденную президентом России Владимиром Путином. К юбилею Победы, 70-летию, выпущенную медаль. Людмила Михайловна, для меня большая честь вам ее сегодня вручить. Поздравляю вас от всей души. Спасибо вам за то, что вы делаете для всех нас. Что до сих пор ведете такую огромную общественную работу. Людмила Михайловна – председатель секции «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Самарского района Совета ветеранов. Ее по-прежнему часто приглашают в родную 13-ю школу. Сегодня Дмитрий Азаров поздравил преподавателя и с 8 марта. Сейчас этот сюжет про себя. Она смотрит по новому телевизору. Та же сцена, тот же день, то же время. В Самаре в годовщину премьеры прозвучала седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Произведение, ставшее символом борьбы с фашизмом, публика впервые услышала в Куйбышеве 5 марта 1942 года. Спустя 78 лет в театре оперы и балета тревожная музыка вновь наполнила зал. Это событие отразилось на судьбах людей. В зрительном зале присутствовала свидетельница первого исполнения. А за дирижерским пультом стоял внук блокадницы. Дмитрий Шостакович начал работу над своей симфонией номер 7 еще до войны, а завершил произведение уже в Куйбышеве. Во время Великой Отечественной композитор находился здесь в эвакуации. В запасную столицу были отправлены не только важнейшие оборонные заводы, дипломатический корпус, правительство, но и культурные учреждения, в числе которых был Государственный академический Большой театр СССР. Премьер Седьмой симфонии состоялась 5 марта 1942 года. На сцене тогда еще Дворца культуры имени Куйбышева. Сегодня это Самарский академический театр оперы и балета. И именно в его стенах спустя время снова звучит великое произведение. На экранах хроника военных лет. В сочетании симфонии номер 7 до мурашек, до слез. Тот же зал, тот же день, то же время. 78 лет спустя. Среди зрителей почетный гость Нелли Канделаки, свидетельница первого исполнения произведения. Я была совсем малышкой. Атмосфера сегодня была прекрасная. А что было там, я, конечно, не помню. Но впечатление настолько было огромное, что я стала профессиональным музыкантом. Симфония мужества, героическая, овертюра победы или брус музыкального творчества. Симфония до мажор Дмитрия Шостаковича вошла в историю мирового искусства под многочисленными эпитетами. Незадолго до премьеры Алексей Толстой написал. Шостакович прильнул ухом к сердцу родины и сыграл песнь торжества. Композитор переехал в эвакуацию в Куйбышев вместе с сыном. Максим Шостакович уже в послевоенное время прислал телеграмму, где тепло отзывался о Самаре и назвал ее роль в написании седьмой симфонии. Он здесь написал, мы с отцом всегда вспоминали этот гордость, всегда вспоминали, что не будь этого теплого города, не будь таких теплых рук, не будь таких горячих сердец, которые нас здесь поддержали, выкормили, поставили меня на ноги, он был болен. Никогда бы не была закончена в это время вот эта симфония. История войны и великой победы в музыке. Симфония номер семь стала символом борьбы с фашизмом. Ее второе название – ленинградская. Главный дирижер оркестра и художественный руководитель Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов рассказывает, для него большая честь работать с этим произведением. Он – ленинградец, его бабушка – блокадница. Для меня это симфония, с которой я родился, вырос, воспитан на ней. Эта симфония особенная лично для меня, для оркестра. Я думаю, что это серьезный шаг вперед. Уже после концерта Евгений Хохлов покажет свою семейную реликвию. Его отец Дмитрий Хохлов еще во время своего обучения снял копию партитуры своего преподавателя – дирижера Большого театра Бориса Хайкина. Экземпляр подписал сам Шостакович. С великим удовольствием приписываю эти строки после замечательного исполнения этой симфонии 22 июня 1943 года. После этого концерта моя благодарность из платонической превратилась в реальную. А моему восхищению буквально нет конца и края. Огромное спасибо, Дмитрий Шостакович, 25-6-1943 год. Самара неразрывно связана с Шостаковичем. Его имя носит одна из улиц города. На доме, где он жил, установлена мемориальная табличка. В сквере на площади Куйбышева прошлой осенью ему открыли памятник. А теперь в Театре оперы и балета намерены поставить балет на Седьмую симфонию. Премьера уже назначена на 15 мая. В 2019 году в Самаре прошел фестиваль под названием «Седьмая симфония». Символическое событие в годовщину премьеры произведения состоялось по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Мы, как вы, наверное, знаете, разрабатывали идею проведения фестиваля Шостаковича. И фестиваль Шостаковича, по тем данным, которые мне представили мои коллеги из Союза композиторов, сегодня с таким названием не существует в стране. Я думаю, после сегодняшнего исполнения у Самарской области есть полное право проводить фестиваль музыкальный Шостаковича. И, конечно же, я уверен, что мы это сделаем. Куйбышев в годы войны стал запасной столицей страны. Сюда были эвакуированы заводы. И здесь, в тылу, ковалась победа. Сегодня Самара претендует на право стать одним из первых городов трудовой доблести. Сбор подписей в поддержку присвоения этого статуса проводят по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». В холле театра, оперы и балета в день концерта каждый зритель мог заполнить анкету и оставить свой голос «За». Пока точки над «Р» оставлены только в этих темах. Дальше больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова